Итак, давайте сразу послушаем результат сведения этого рок-проекта, чтобы не быть голословным. Загрузим сюда референс. Ну, давайте послушаем, что было и что стало. Было вот так. Стало вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok за субтитры worked so jets productive. Продолжение следует... В принципе, это роковое направление можно чуть-чуть вот уменьшить. На этом можно считать, что мы закончили процесс мастеринга. Именно такой звук вы получите, пройдя наш лучший курс по сведению рок-музыки. Как мы уже писали, нас очень часто просили записать полноценный курс по данному стилю музыки. Мы учли все ваши пожелания и постарались максимально детально показать процесс ведения музыки в данном направлении. Вам всего лишь останется повторить за нашим преподавателем, ведь к курсу мы прикладываем проект, который был сведен на протяжении данного тренинга. Теперь я бы вас хотел ознакомить с содержанием данного курса. Итак, вот такие темы мы затронули в этом видеоруководстве. Первое. Организация проекта. Второе. Создание групповых дорожек. Третье. Баланс инструментов. Четвертое. Панорамирование инструментов. Пятое. Сведение барабанной партии. Шестое. Сведение басовой партии. Седьмое. Групповая обработка барабанов и баса. Восьмое. Сведение акустических гитар. Девятое. Сведение вокала. Десятое. Создание пространства для вокала. Одиннадцатое. Риампинг электрогитар. Одиннадцать и один. Обработка электрогитар. Двенадцатое. Обработка пэдов. Тринадцатое. Обработка бэк-вокала. Четырнадцатое. Обработка FX-инструментов плюс триггеринг малого барабана. Пятнадцатое. Пространственная обработка. Шестнадцатое. Модуляционные эффекты. Семнадцатое. Консольная эмуляция в проекте. Восемнадцатое. Расширение стереопространства. Девятнадцатое. Автоматизация в миксе. Двадцаттое. Финальный баланс и сравнение с референсом. Двадцать первое. Мастеринг. Двадцать второе. Советы по плагинам для сведения музыки в рок-стиле. Двадцать третье. Пару слов о реампинге гитар. Двадцать четвертое. Ответы на частые вопросы. Двадцать пятое. Заключение. Пройдя данный курс и повторив на практике данные техники, у вас получится такой же плотный звук. А возможно, потратив на работу еще больше времени, вы достигнете более лучших результатов. Итак, применяйте самые рабочие и проверенные методики на практике от звукорежиссера с колоссальным опытом в сведении. Ну а теперь, чтобы вы лучше понимали, как примерно выглядит курс изнутри, мы хотим вам показать несколько интересных фрагментов из него. Двадцать четвертое. На этом групповая обработка барабанов и баса заканчивается. Дальше, что я делаю? Я создаю шину, которая у меня называется Drum and Bass. Все барабаны собираются в этой группе. Drum и Bass. Все барабаны собираются сюда. И сюда добавляется еще наша басовая группа. Отправляется в эту группу. Я на основе этой группы уже могу получить более сжатую и плотную картину барабанов и баса. Воспользуемся Virtual Mix Rack. Загрузим сюда компрессор. Будем еще склеивать друг на друга вот группу барабанов и баса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Пока достаточно. В следующем видеофрагменте мы будем уже свести акустические гитары. Когда я включаю группу байпас, все консольные эмуляции на всех треках отключаются. Когда нажимаю о включении, они включаются. И почувствуйте, что изменяется в треке. Кроме плотности, громкости, яркости и так далее. Картинка становится более слитной. Это происходит за счет того, что консольная эмуляция позволяет соседние каналы, то, что происходит на аналоговых пультах, проникать в друг друга. То есть бочка Subkick проникает в канал трека Трик-бочка. То есть получается, что проникновение между собой каналов позволяет нам получить более слитную картину. То, что делается на аналоговых пультах, то есть сейчас, в данный момент, мы можем получить и в цифре. Давайте здесь тоже запишем. И давайте вот здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь, для более интересной картины, давайте я сейчас создаю еще один посыл. Давайте. Дилеем. Давайте создадим дилей для вокала. И давайте потом будем написать автоматизацию для этого дилея. Воспользуемся дилеем от компании Sound Toys, которая называется Echo Boy. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok